Продолжение следует... 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 очень своеобразен, каждый имеет свои нюансы, и тут очень сложно делить какие-то основные регионы, потому что каждый обладает чем-то своим, какая-то своя особенность. А язык финский – валюта евро. Это единственная из стандартных стран, которые имеют валюту евро, сейчас они имеют свою собственную валюту, об этом чуть позже вам похоже. Итак, Финляндия делится условно на регионы – это Лапландия, Восточная и Западная Финляндия, и Южная Финляндия, где находится регион Хельсин. Итак, начнем сверху, с Лапландии. Ставитель Лапландии является город Раваньеми, куда мы выбираемся, если нам нужен финский Дед Мороз, Северное Сияние и Горные Луни. В этот регион мы едем именно в основном за этими туристическими услугами. Оулу. Оулу – это центральная часть Финляндии, и мы туда едем. Либо это промежуточный маршрут, если ваши туристы едут на машине в Лапландию, между Восточной Финляндией и Лапландией, там можно остановиться, там очень широкая отельная база, очень развитый вообще регион. Либо туда едут туристы, чтобы отдохнуть, находиться красивыми пейзажами, там очень много озер. Все это доступно в регионе Оулу. Также там проводят различные фестивали и конкурсы. В основном, конечно, это летний период, потому что погода благоволит летом, все-таки, для таких активных мероприятий. Дальше – Западная и Восточная Финляндия. Западная Финляндия имеет в своем столице, скажем так, Западной Финляндии, город Турку, это старейший город страны. Здесь же недалеко находятся Аландские острова, которые принадлежат Финляндии. И с другой стороны расположена Восточная Финляндия, та самая, которая частично ближе к России. А здесь находятся как раз таки Иматра, куда очень любят ездить туристы из Танкт-Петербурга, если это на выходные дни, либо это туристы из регионов тогда уже, из Москвы и регионов, которые уже более длительные туры на неделю-две. В Иматре, как вы знаете, наверное, многие из вас знают, расположен на знаменитой отеле «Сольвий Клаб Тайма» с аквапарком, за что этот регион тоже любят. Также там можно съесть на выходные на шоппинг, также там есть красивый водопад, на который посмотреть. То есть, в принципе, это как тур выходного дня, либо как, опять же, промышленная точка, чтобы поехать дальше, чтобы участвовать в Финляндии. И регион Южной Финляндии, конечно же, здесь Хельсинки, здесь Пуссионка, здесь парковый город, который оттуда отправляется множество паромов дальше в Прибалтику, или в скандинавские страны. Это что касаемо Финляндии. Теперь, что касаемо Швеции. Столица Швеции – это Стокгольм. Основные города – это Йотеборг, Мальнео и Упсела. А Йотеборг – это второй увеличенный город, промышленный центр. Мальнео соединяет Швецию с Топенгагеном по самым арбийному городу Москву, и Упсела – это первая столица Швеции, исторический город, куда очень часто ездят в Курске от Стокгольма, а Стокгольма расположена всего лишь 40 минут язык. А Швеция – язык шведский, общаемся на английском с местным населением, все они его хорошо знают. Валюта – шведская, крона. Что здесь могу сказать про валюту? Очень часто Швеция, как и другие страны, присутствуют в составе общего тура. То есть это не только из России мы едем в Швецию. Обычно это Финляндия, Швеция, Дания. И каждый раз меняется на валюту. Конечно, это для некоторых очень трудозатратно, тяжело потратить время. Нужно понять, какой курс выгодный. Поэтому очень хорошая вещь, что в этих странах очень развита оплата без наличной оплаты. Оплата картами. Практически везде. Например, если вы пребываете, если вы путешествуете на пароме, ваши туристы путешествуют на пароме, и вы понимаете, что это Таллинн – это евро. В Финляндии – это тоже евро, но в Стокгольм – это крон. И непонятно, сколько затратишь, непонятно, сколько нужно, что хочу, непонятно, что захочу. Поэтому очень удобно, когда даже выходя из терминала, чтобы доехать до центра, нужно сесть на автобус. И прямо там на автобусной остановке есть терминал о покупке билета на автобус. Но то, что там, конечно, безумно очередь – это другой момент, потому что все терминалы вышли, все поехали в центр. В итоге все друг другу помогают, если кто-то что-то не разобрал. Дальше. Здесь вы видите карту Швеции. Вот здесь основные города – Бетеборг, Мальнер, Стокгольм. Город Оре – это горнолыжный курорт Швеции, самый популярный. Как вы видите, здесь, наверное, более удобная карта, я смогу вам здесь рассказать. Удобно до Стокгольма добираться. Я очень попозже вам еще расскажу по поводу того, как добраться. Но, тем не менее, вот здесь, чтобы вы обратили внимание сразу, Швеция, Финляндия, Эстония. Между всеми этими странами курсирует паром. То есть, если это удобно туристу, то даже со своей машины можно добраться на пароме. Дальше – Даня. Даня. Столик и Пенгаген. Основные города – это Оденсе, Оркус и Ольбург. Оденсе – это третье по величине город, Оркус – второй, а Ольбург – это промышленный центр, город университет, как его называют. Велик – датский. Валюта – датская крона. Также везде нужно оплатить по карте. Если туристы путешествуют, это абсолютно не проблема. Здесь также представлен примерный курс. Швеция – это один из десяти. Примерно здесь 0,13 евро одна датская крона. Вы понимаете, что примерно во всех 17 странах это 0,1 – 0,13. Это так и есть. Вот, как вы видите, Дания находится на полуострове в Красной поезд. Есть остановка. Мы, конечно, почитаем ездить в Красном поезде по туннелю и по наземному мосту. То есть это очень интересная поездка. В любом случае. И очень удобно добраться, если этот тур, как я говорила, по несколько странах. Норвезия. Очень красивая страна. Столица Осло. Основные города – Берген, Тронклен и Савангер. На самом деле, в Норвегии очень много красивых городов. И какие-то выделить, опять же, очень сложно. Но, да, Осло-Берген, наверное, это два, как сказать, Берген, как вторая дополнительная столица, наверное, Норвегии. Потому что даже в рамках самого популярного норвежского классического маршрута «Норвегия в миниатюре» Туристы перебираются из Осло, куда удобно всего прилетать, в Берген. А уже из Бергена они могут путешествовать по различным фьордам дальше, дальше вверх по Норвегии или вниз по Норвегии, в зависимости от предпочтения, от того, как они хотят построить свой маршрут и каким образом складываются экскурсионные программы. Норвегия. Язык норвежский, все очень хорошо знают английский язык. Валюта норвежская крома. Ну, вот опять же, норвежская крома. Норвегия. Как вы сейчас видите на карте, Норвегия протянулась вдоль Вегинарского полуострова и начинается, грубо говоря, в южных городах. Это Тянсунг, Снавангир и дальше наверх. Это Тронсо, Тарлик и прочие другие города. Хочу обратить ваше внимание, что вдоль всего побережья в Норвегии ходят паром, пятигруппы. Знаете, как автобусы хоп-он-хоп-хоп, вот только по воде и только чуть по дороге. Но, тем не менее, то есть вы можете, это из Бергена, он ходит из Бергена и дальше притянут в Санкт-Петербург. Опять же, можно где удобно съесть, где удобно выйти. Туда-обратно он идет шесть дней. Исландия. Столица Исландии Рейк-Явик. Здесь такой маленький островок язык исландский. Хотя могу вам сказать, что исландский язык не признан государством. Хоть на нем говорят 93% населения, но тем не менее, взрослым он не является. Поэтому, ну какой интересный факт. Но общаются, опять же, на английском. Валюта Исландская крона, которая практически, ну, более 48 евро. Как я уже говорила, столица Исландии Рейк-Явик. Если ваши туристы путешествуют по экскурсионному маршруту, как правило, это летний период, то они прилетают и вылетают из Рейк-Явика, а вся экскурсионная программа строится вдоль поездки по острову. Это, может быть, туристы могут жить в Рейк-Явике и путешествовать просто каждый день, делать выезды по городам с примечательствами. Либо могут летать в Рейк-Явик и ночевать в Рейк-Явике первую ночь, а потом дальше путешествовать по острову, перемещаясь и находясь уже непосредственно далеко от места посещения по программе. Также хотела бы рассказать вам, как бронировать наши туры, как узнать их в системе, как прочитать, что включено, что оплачивается дополнительно. Итак, в главной странице полоска у нас открывается расширенный подбор туров. Вот лучше начать с него, выбрать расширенный подбор тура. Город отправления, если вы ищете тур без перелета, а, как правило, это туры без перелета, потому что, к сожалению, нет какого-то обоснованного курпотока, чтобы мы включали перелет. Но, тем не менее, включен из Москвы и Санкт-Петербурга некоторые туры. Но, как правило, конечно, туры продаются без перелета, потому что вариантов очень много. Вариантов много разных. Каждый выбирает свое. Кто-то хочет приехать, например, пораньше перед экскурсионным маршрутом, кто-то хочет перелет подешевле без багажа, кто-то хочет перелет подороже прямыми. То есть вариантов перелета очень много, поэтому иногда, в принципе, он не нужен с приставкой машины. Поэтому, конечно, в основном туры без перелета. Но если перелет нужен, это не проблема, у нас есть авиакасса, мы всегда сможем вам показать актуальную стоимость наличия мест на интересующие даты и направления. Итак, вы выбираете, если вам тур без перелета нужен, вы выбираете, можете выбрать любой город в направлении и выбираете страну. Если из выбранного вами города есть перелет, то вам покажут, что есть туры с перелетом, либо без перелета. Справа еще в прочерке, если вы видите, это, например, если тур автобусный, там будет написано автобусный. Такие туры, как правило, у нас в Фринляндии. Так, дальше, тут не отмечено, тут тур, но вообще еще желательно выбирать тип тура. Тип тура – это очень важно. То есть вы выбрали город управления, выбрали страну, вариант тура с перелетом, без перелета автобусный. Дальше тип тура – очень важно, если это круизы, потому что они у нас относятся к Фринляндии, хотя стартуют они по-другому, но это просто классика, так удобнее. То есть тип тура – круиз, если это паром. И если вы выбрали круиз, то тип тура – круиз, то вам уже при выборе тура будут предложены варианты только там, где паром. Если это размещение в отеле – тип тура – наземное обслуживание. Если туристы хотят экскурсионку, то тип тура – экскурсионный тур. Если туристы хотят горнолыжку – тип тура – горнолыжный тур. Либо воды с детям – это школьные туры, детские туры. На мой взгляд, наверное, просто. Здесь, конечно, не для всех просто. Вы, пользователи многих систем, и вам, наверное, сложнее все это запомнить. И, конечно, я понимаю, но пытаюсь донести, как оно есть у нас. То есть выбрали тип тура – выбирайте тур, который вам интересен. Или, если вы не знаете, вы можете не выбирать. Необязательные опции. Самое главное – выбрать тип тура. Тип тура – дата заезда, продолжительность. Если тур на несколько ночей, например, в суточнице, вы можете выбрать на интересующие вас тысячи ночей. Как правило, экскурсионные туры, они, конечно, не фиксированы. Далее выбирайте количество состава тура, сколько заходов, сколько людей. Ну, вот, например, Осло-Берген – это норвежский тур. То есть кроме 1, тем не менее, у вас появится результат поиска, в котором уже видно название тура, отель размещения, то есть либо это отель по программе, если в зависимости от тура отели меняются, либо это будут конкретные отели, естественно, тип размещения и стоимость. Чтобы посмотреть, что включено в тур, что входит, что пытается предложить вам задовплату вашим туристам, вы нажимаете на название. Челкаете на название тура, у вас там содержится, вам открывается дополнительное окно с подробным описанием, то есть по дням расписано, что… Если тур имеет экскурсионную программу, то, естественно, там будет по дням расписано, какой день, какая экскурсия, что туристы делать в свободное время, в результативной экскурсии, то это здесь указано. А ниже, что в стоимость включено, что оплачивается дополнительно. Если это билеты, авиабилеты, ВД-билеты, да, все это будет указано. Что включено, как я уже сказала, здесь есть. Еще обратите внимание, если вы бронируете круиз на пароме «Принцесса» на стесе у нас, то буквально недавно у нас появилась опция в описании тура есть кнопка «Наличие места». Как вы знаете, паром «Принцесса» на стесе предлагается по трем спецпредложениям. СПО 1, СПО 2, СПО 3. Они у нас называются СПО 30, СПО 20, СПО 10. В зависимости от того, какая скидка на каюте, максимальная скидка на каюте присутствует. Максимальная скидка – это СПО 30. Соответственно, теперь, имея кнопку «Наличие места», вы можете без звонка мне, да, вы можете позвонить и посмотреть, нажать на эту кнопку «Наличие места в сцене» и посмотреть, какой актуальный спорт сейчас на интересующие вас даты. Поиграть с датами, посмотреть, какие категории кают подтверждаются и уже предоставить туристу актуальную информацию без звонка оператора. После того, как вы выбрали тур, вы попадаете в корзину бронирования. Корзина бронирования – это уже инструмент такой, скажем так, не информативный, а больше уже как бы там вы конструируете тур в зависимости от того, что хотят туристы. То есть добавляете, прибавляете услуги. Если нужны страховки, страховки всегда нужны. Страховки всегда у нас в туре есть, это наша опция, это требования оператора, и страховка в туре бесплатная, то есть она идет за наш счет. Поэтому, к сожалению, здесь от нее никак нельзя отказаться. Существует, что она идет в подарок в туру, кроме паромных туров. В паромных турах ее не включают. Корзине бронирования – это дополнительные экскурсии, дополнительное питание, визы. Все это через корзину бронирования добавляется. Если вы чего-то не видите, не знайте в самом смысле комментарии, заявки, и мы тогда уже самостоятельно вам добавим все эти опции. Заполняйте данные. Ну, если у вас нет конкретных данных, наверное, многие уже знают, что можно бронировать без паспортов в первое время. Но, чтобы у вас вовремя и без проблем выбираться документы по туру, например, ваучеры, страховки, чтобы все это не было, обязательно нужно было заполнить гражданство туристов и данные. То есть это фамилии, паспортные данные. Потому что иначе просто могут некорректно или не выдаваться документами, к сожалению. Транспортное сообщение. Вот здесь, в плане переездов, наверное, стендаю одно из самых интересных направлений, что добираться там можно просто на чем угодно, на чем захочешь. Я еще не оказала автомобиль. Очень много разных всяких вариантов. И в зависимости от возможностей ваших туристов, в зависимости от их предпочтений. Там кто-то не любит самолеты, кто-то любит самолеты, кто-то любит поезда, кто-то не любит. То есть здесь вариантов очень мало. Здесь я опять же повторюсь с этой карты. Итак, ну, наиболее ближайшая, да, родная наша Финляндия, страна. Из Санкт-Петербурга и Москвы можно добраться на поезде. Из Санкт-Петербурга также можно добраться на автобусе. Регулярные сообщения у нас есть как Люкс-Экспресс, так и у компании Сава. Варианты есть, варианты все доступны. Либо на собственном автомобиле. Выбираетесь в Хельсинге. Теперь классику, которую я скажу. Из Хельсинги, а, либо на пароме, конечно, в Санкт-Петербурге можно выбраться в Санкт-Петербурге. Из Хельсинки дальше можно на пароме добраться до Стокгольма. И там либо остаться с ночевкой. Либо погулять вечером, отправиться дальше на другом пароме, в другую страну. Там Сталин, Ригу. Очень много различных вариантов. Либо из Стокгольма ходить поезд в Копенгаген, как я уже говорила. Либо на поезде в Копенгаген. Из Копенгагена можно на самолете вылететь обратно в город-отправление. То есть вариантов очень-очень много. Если туристы хотят на машине, можно на пароме доплыть со своим автомобилем до нужного города, откуда на машине поехать по задуманному направлению. Вариантов очень много. И, к сожалению, их нельзя не изложить, потому что заезды ежедневные, заезды постоянно. Поэтому предлагаем суточные цены, чтобы туристы, исходя из задуманных дат и конкретных целей поездки, это обычно, естественно, какие-то обзорные экскурсии, либо с гидом, либо с путеводителем, пытаемся предложить какой-то оптимальный вариант. Поэтому, если у вас есть какой-то нестандартный запрос туристов, то всегда можно его проработать и привести его к такому оптимальному решению, как правильно, как будет проще, легче, и провести такую логистику. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите, звоните. В конце презентации я оставлю свои контактные данные. Увидите, когда можно звонить, писать случаи серьезных вопросов. Итак, немного теперь про каталог наших туров. Начнем практически с Норвегии. Итак, Норвегия. Естественно, туристы едут в Норвегию смотреть юрдов. Наверное, это одна из основных целей путешествия в Норвегию. Как правило, групповые экспрессионные маршруты в Норвегию – это летние маршруты. Именно где, как говорится, гид, где автобусы туристов забирают от целя, везут по маршруту либо возвращением, либо маршрут по всей Норвегии. Что, на мой взгляд, более интересно, потому что страна интересная, страна уникальна. Там и твердые, и ледники, и активные виды спорта, и каяки. То есть очень много вариантов, как можно отдохнуть. Поэтому основные из них, конечно, летом. И летом мы отправляем фронтирные русскоязычные группы в Норвегию. Зимой это больше индивидуальный вопрос, но тем не менее. Есть стандартные туры, где желающие посетить Норвегию могут ознакомиться с основными городами или примечательными. Такой тур, например, выходные в Восток и выходные в Бергене, где отпущено проживание в отеле и обзорные экскурсии. Это то, что хотят туристы первое и основное. Грубо говоря, такой пустяк турок. Дальше уже идет модификация. То есть дальше, опять же, можно продолжить уже индивидуально в твердом, либо отправиться по маршруту, в другую страну, либо отправиться домой. Потому что это выходные. И заезды, это, естественно, выходные. Что еще? Знакомство с Бергеном, знакомство с Восток. Это больше самостоятельный маршрут. Заезды ежедневно. То есть, если кто-то хочет в какой-то понедельник, например, в грустный день съездить в Берген, перевозок, пожалуйста. Это возможно. Но если в туре выходные в Восток и в Бергене включена экскурсионная программа с ГИДом, то знакомство с Бергеном, знакомство с Востоком – это наши любимые автобусы «Сокон-Покок». То есть это автобусы, которые курсируют по центру, по стандартному маршруту в течение всего дня. В ценности тура включен билет на этот автобус. Туристы могут выйти, где им понравилось, и обратно съездить в автобус, где хотят. Опять же, на любой другой станции, если они быстро маршруются в автобус. И ни одного дня. На этом автобусе есть аудиогид и есть окружный маршруст. До конца октября еще будет у нас следующий клуб – Осло в Берген. Заезд по пятницам он на шесть дней. Та самая, наверное, норвежская классика, которая может быть, потому что здесь проживание в Осло. Обзорные экскурсии в Осло включено. Далее ряд культурных экскурсий и переезд из Осло в Берген по маршруту Норвегия в миниатюре. Норвегия в миниатюре – это классический маршрут, исключительно туристический маршрут, естественно. Люди на работу не едут. Но, тем не менее, это набор билетов с сопровождением, естественно, на автобусы, на поезд и на порог. То есть это в течение дня. Туристы переезжают либо из Осло в Берген, либо из Бергена ВОЗ. То есть там транспортное сообщение очень хорошо уравнивается, и каждый день есть очень много этих автобусов. То есть это набор билетов, когда туристы идут на ЖД вокзале, погруждающем. На ЖД вокзале они едут до определенной точки, там пересаживаются, например, либо это пломская железная дорога знаменитая в Норвегии, с остановкой водопада, где во время остановки поет девушка очень красивая. И все это очень красиво, конечно, очень специфично. И вот прям чувствуют норвежский звук, не знаю, как звенавский звук, наверное. Это классно. Они приезжают в город Флом, и из Флома они уже едут на пароме в Гудванген. Из Гудвангена на автобусы собираются, например, до города ВОЗ. И из ВОЗ они едут дальше на поезды. То есть это набор билетов с сопровождающим. Ну, грубо говоря, там нет какой-то экскурсионного, как вот это в общем принятом понятии, с гидом на автобусе. То есть это возможно. Это есть летний период. Но вот сейчас, к сожалению, когда турнический поток не такой активный, конечно, больше вот такой самостоятельный туризм. Но вот в Норвегии это классика. Есть тур не только в Норвегии, а в миниатюре. Есть много разных вариантов туров. То есть там Люсифьорд в миниатюре, Харданжифьорд в миниатюре. Очень много различных вариантов. Но вот это классика. Соответственно, сопровождающим они едут. Он их доводит, подсказывает. В принципе, такой тур есть и без сопровождающих. То есть туристы знают на низкие дыр, как минимум, и способны как бы на активный. То есть вы меняете очень много транспорта. Много ходить там не приходится. Много не ходит. Но, видимо, из-за того, что приеменом очень многих транспортов, конечно, это немножко делает такими ставшими в конец дня. Заблудиться по этому туру, наверное, нужно постараться. Хотя там переход, да, как я уже говорила, там вот здесь автобус, здесь поезд. Казалось бы, но такой большой турпоток идет по этому направлению. Что просто вот, например, сели в автобус, в поезд, и использовала группа такая. Все идут на автобус. Ну, есть кто-то, кто знает, куда идти, и все за ним идут. Эта группа садится в автобус. Есть немножко такой дух, что в автобус мы не успеем. Много людей. Надо бежать. Нет. Всегда, чтобы заполнился, подъехал в следующий автобус. Чтобы заполнился, подъехал в следующий автобус. Все чуть-чуть четко. В этом плане проблем нет. Мы были с рекламной группой. Мы с багажом даже ехали по этому маршруту. Ну, багаж по пакту – это необязательные условия путешествия по этому маршруту. Тем не менее. Но даже вот это все специально предусмотрено. Мы были не одни такие. Мы ездили с этим турпотоком в июне, и все было нормально. То есть есть всегда где оставить багаж, где поставить, чтобы он был в безопасности. Их переживаний по этому поводу нет. Но здесь, конечно, нужно быть физически подготовленным человеком. Вот таким образом. Это Осло Берген. Также у нас есть суточные цены на отеле Осло и суточные цены на отеле Берген. Это в том случае, если вас приставят сами каким-нибудь повторник в Осло, потом ЖД поезд, пожалуйста, нам. И все. Пожалуйста, мы это сможем предоставить. Суточные цены рассчитаны у нас на сайте. В Финляндии. Ну, самое, наверное, популярное, самое близкое направление для нас. для нас. Потому что ближайшее. Здесь мы предлагаем, опять же, до конца сезона. Это иметра на 2-3 дня. Это отдых в спа-отеле. Спа-отеле, по-моему, это Клабстайма. Многим знаком. Многие там ездят не первый год туда. Это действительно отель неплохой, отель хороший, со своим спа-комплексом, ну, водным центом, так сказать. Бассейны, сауны, все есть. Более всего, если вы бронируете через туроператора, то в тур включено неограниченное посещение аквапарка, в то время как, если там туристы могут бронировать на, в принципе, бывает такое, что если не бронируют на сайте, то там аквапарк, во-первых, не включен, во-вторых, можно купить на месте только на 2,5 раза это посещение, что, наверное, ну, все-таки так дешевле брать, когда он уже включен, да, и когда понимаешь, что в любой момент можешь прийти и посетить эту услугу. Если это автобусный турбометр, то здесь еще включена автобусная экскурсия по иметре перед заездом в отель. Как правило, в отеле тоже очень удобно, потому что, если автобус приехал раньше, заселение, да, это после 2, в это время вы смотрите город, приезжаете в отель, и вас заселяет. Варианты размещения в отеле Хольцбеклапстайма это именно в отеле, там есть еще коттеджный комплекс и апартаменты. Если мы говорим про отель, то там есть три варианта номеров, три категории, они по стоимости абсолютно одинаковые. Развещаются по юстилистике и по размещению, то есть это есть, там, популярный, это размещение клаб, ганс, кастер. Дети размещают только в категории класса. В категории Ганс и кастер проживают без детей. Очень важная история. Также есть турхетинги на 2-3 дня, также, если это автобус не тур, то включена экскурсия по городу. Также размещение в отеле. Это тур в выходного дня, заезды по Фрязьму и просто в воздух. Также есть включенные цены на отеле в Финляндии, здесь есть в разных городах, есть там, Кирилла, Бейранта, в зависимости от СФО, Форста. То есть вариантов очень много, если это не какой-то популярный город, да, если у вас туристы путешествуют по нестандартному маршруту, эти цены представлены у нас на сайте, также можно бронировать на нужное количество ночей. Есть очень интересный осенний пион гостик в Санта-Клаусе, казалось бы, 17 ноября доезд, но тем не менее, для тех, кто хочет, это период школьных каникул, и для тех, кто хочет как раз-таки ощутить, скажем так, новогодний дух, но не по каким-то беззонам, да, цены, потому что все мы понимаем, что в беззонах будут высокие цены, поэтому осенний тур, он и познакомит, и будет соответствующая погода, скорее всего, да, что тоже имеет место быть. Здесь включено посещение и проживание в деревне Санта-Клаусе, вот этот тур тоже можно найти у нас на сайте. Круиды, да, круиды, ну, естественно, круиды на выходные дни, это Санкт-Петербург, и круиз на неделе с воскресенья по четверг, это Санкт-Петербург, дальний сногбольный кельсник на Петербурге. Под этот круиз, по которому делаем эстонскую визу, как вы понимаете, под первый круиз, с визом должна быть финская виза. Как я уже говорила, в описании тура у нас сейчас появилась кнопка «Наличие мест», можно посмотреть, что действительно доступно по таким сценам, очень актуально. это, наверное, огромное количество, такие уже при нюансе бронируемые. Также у нас недавно появились на сайте коттеджи в Финляндии, тоже бронируйте, коттеджи, апартаменты, это очень частые запросы туристов, потому что очень многие привыкли отдыхать ино таким образом. Действительно, это один из самых таких спокойных отдых. Пожалуйста, они придут на своей машине. Парковка в любом случае есть, она либо платная, либо бесплатная, да, варианты. Вот, поэтому это тоже у нас представлено на сайте в различных городах. Это и горнолыжные курорты, это и просто места рядом с озерами, это и невелико от отелей, потому что очень частый запрос, это, как называется, мы хотим жить коттеджем, чтобы рядом был отель, куда мы можем сходить, либо нам что-то там надо. Пожалуйста, это как раз таки тот вариант проживания. Потому что это коттеджи-фолиди-клаб тоже, представленные по всей Финляндии. И недавно мы начали сотрудничать с очень крупным партнером в Финляндии, они предлагают размещение на горнолыжных курортах Рука и Тюхи. Рука, Тюхи это относится, находится в Лапландии, Рука это регион Оуну, но тоже очень близко к Лапландии. Размещение у нас уже посчитано на сайте до конца, до сентября следующего года. Это не коттеджи, это именно отели и апартаменты. Апартаменты это типа квартир. Максимальное размещение это 8 человек в данном случае. В коттеджах в Финляндии может размещаться до 12 человек, в зависимости от коттеджа. Там все это указано, на сайте в поиске можно найти. Если мы говорим про Рука и Тюхи, то это максимум 8 человек в одном апартаменте, в зависимости от количества спален, дополнительных мест. Совсем скромно у нас по Дании и по Швеции. Объясню почему. Все у нас не дополняются, но тем не менее. Очень сложно здесь поймать туристический поток, потому что здесь люди предпочитают ездить в комодном режиме, потому что вариантов есть. То есть это не заезд раз в неделю, грубо говоря, паром. Пошел, мы понимаем, что и поезд из Стокгольма в Данию пришел тоже раз в неделю. Мы понимаем, что в этот день туристы приедут, на следующий день им хорошо бы сделать обзор. Здесь нет, здесь вариантов миллион. Поэтому классический тур выходные в Копенгагене, по пятницам, включено размещение в отеле и обзорные экскурсии. Это то, что, как я уже говорила, достаточно популярно. Швеция. Также выходные в Стокгольме и недавно появился тур «Золотая осень в Стокгольме». То есть выходные – это по пятницам, также размещение и обзорные экскурсии с гидом. Варианты, кстати говоря, что в Дании, что в Швеции, есть два. Это классические выходные, где включены трансферы и проживание в отеле и в Кусе. И для Бережливых – там где трансферы, проживание в отеле уже не в самом центре Копенгагена и Стокгольма, а уже чуть подальше, но это тур более бюджетный. У меня экскурсии они также посещают, как и туристы по туру классического. И «Золотая осень в Стокгольме». Здесь включено проживание не только в Стокгольме, что интересно. Здесь включено проживание также недалеко от города «Усадьбе». Такой нестандартный тур, но для тех, кто хочет осуществить не только классику стандартную по туру в Стокгольме, но еще немного углубиться. И также можно по этому туру и дополнительно показать эксперт. «Усадьбе», как я уже говорила, это первая столица. А что по туру на Новый год и каникулы? Это новогодний тур на парон с 30 декабря по 4 января. Он не по классическому маршруту Таллинн-Стокгольм-Хейсенки. Здесь еще включено дополнительное Рига, что делает тур более разнообразным и продлевает празднование своего Нового года на парон. То есть это Сталин, Рига, Стокгольм-Хейсенки и виза в следующей столбе, потому что первый город включения в Сталин. Здесь в новогодние туры уже изначально включены завтраки, то есть о завтраках туристы не беспокоятся во всех городах побывания. Сталин, Рига, Стокгольм-Хейсенки и последний завтрак в Санкт-Петербурге тоже включен в стоимость. Дополнительно туристы бронируют, если хотят по желанию, университет. Ужина на пароне и Новогодний Ужин. Это все по желанию, обязательно нет доплаты. И опять же экскурсионка тоже есть в каждом городе. И есть рождественский тур на пароне. Он с 4 по 8, но здесь тоже свой уникальный маршрут. Сталин, Рига, Стокгольм-Хейсенки, потом в Санкт-Петербурге. Почему здесь написано с 4 по 8 и с 9? Дело в том, что в Санкт-Петербурге паром прибывает достаточно поздно, в 8-9 часов вечера. И для туристов, которые в Санкт-Петербурге не проживают, очень тяжело будет потом добраться до своего родного города. И не все захотят ночью ехать лететь тут. Поэтому ночь с 8 на 9, она также включена, например, в этот тур. Если туристы хотят остаться на парон, они не могут остаться на парон. Это ночью с 9 уже с утра, как у нас парон, выставшиеся поехать на том виде транспорта, который они хотят, которым мы планировали дальше. Единственное, что здесь на 9 января не включена, не включен завтрак. То есть он включен 4 по 8. С 9, к сожалению, нужно будет либо самостоятельно оплатить, либо уже покушать где-то в городе. Дальше у нас пересчитываем Новый год в Швеции. Новый год в Швеции – это заезд с 30 по 3. Здесь включено проживание и обзорный вкус. Дополнительно туристы могут заказать новогодний уни в Странспене. Это музей под каким-то миром. Но, естественно, новогодний уже будет в ресторане. С ресторана называется «Со Лейден». Трансляция Нового года идет по шведскому телевидению. Это с Нового года именно в этом ресторане. Но это опять же по желанию. Потому что стоимость новогоднего ужина, она взросла в этом день, стоит 175 евро. Понимаете, да, что это, наверное, не все захотят за такие деньги. К сожалению, этого нет. Поэтому если это свои планы, они хотят, чтобы придумали, или они едут в компании, пожалуйста, это необязательный дополнительный. Дополнительно также можно заказать экскурсию опциональную, экскурсию. Ну и Новый год в Исландии. В Исландии страна далекая интересность, и русскоговорящие группы туда отправляются только летом, к сожалению. Ну и в майские праздники, да, что касается третьего периода. Но и в новогодний тур также набираются в новогодних раздетствах. Также набираются русскоговорящие группы. Здесь очень интересная программа. Ну, в Исландии, как бы, само по себе, да, вы понимаете, страна далекая и не самая дешевая. Тем не менее, вот в плане новогодних туров очень удачно где исключены все возможные экскурсии, чтобы, скажем так, сделать туру максимально интересной. Здесь нет дня, где какой-то экскурсионки. Экскурсионная программа от пяти до восьми часов, да, в зависимости от даты, в зависимости от… То есть первые два естественных экскурсий начинаются чуть попозже, да, чтобы туристы могли отдохнуть. Здесь включено в новогодний ужин уже изначально включен скорость, обеды во время экскурсий. То есть по факту доплаты здесь как бы минимально мало. В общем, короче, мало. И тем не менее, так раз детство, это русское рождество в Исландии. Здесь также включены те же самые экскурсии, что и в новогодний ужин, но, естественно, только без новогоднего ужин. Но здесь есть рождественский стол, также туристы будут предложены. Вот, как с вами, ну, быстренько уложились. Я пыталась до вас вам рассказать основную информацию, да, потому что стран очень много, про каждую страну рассказать хочется много и максимально донести, что мне интересно. Но, к сожалению, вот в рамках вебинара, да, наверное, это тяжело сделать и без живого общения сложно. Как-то понять. Какие у вас возникают вопросы? Вы пишите, задавайте вопросы, если у вас есть. По туру. Осенний тур Деда Мороза. Цены на сайте актуальны, да, там все цены, действительно. Этот тур состоите обязательно. Это тур с услуговарящим гидом, который повезет группу. То есть там есть трехперъезд в ОИЗИ. Ну, для детей достаточно интересно, на самом деле, поэтому, пожалуйста, смотрите на сайте, бронируйте. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, потому что я очень люблю с вами общаться, честно могу сказать, потому что мне интересно узнать, какие у вас есть вопросы, можно как-то модифицировать продукт, как-то сделать его доступным, да. Поэтому буду рада любым вашим комментариям. И, если есть какие-то вопросы, предложения, пожалуйста, пишите либо на мою почту, либо звоните. Там, если будет Москва, телефоны, пожалуйста. Была рада. Для вас быть полезной. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Я надеюсь, мы с вами будем сотрудничать и общаться. Спасибо. Спасибо.